16 отрядов юнормейцев из города и пяти районов области собрались попробовать свои силы в военно-патриотической игре «Готовы Родине служить», посвященной столетию образования военных комиссариатов России. С приветственными словами и пожеланиями к юным бойцам обратились представители военных структур и регионального отделения ДОСААФ России. Борьба возможно не коллективная, это будет тяжелее, чем индивидуально, потому что надо помогать друг другу, подсказывать. Ну и здесь вы посмотрите, поучитесь друг другу. Я думаю, что вы с этими задачами сегодня справитесь успешно. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего. Также помогли ребятам настроиться на нужный лад и поднять боевой дух показательные выступления курсантов Омского автобронетанкового инженерного института, воинов-десантников 242-го учебного центра ВДВ и участников единственного в России экстремального силового шоу «Русская сила». Продолжение следует... Многие говорят, конечно, что главное не победа, главное участие, но мы чисто идем за победой, мы хотим, нам нужно развиваться, добиваться своих целей. Вообще, я думаю, что мы более сильны в разборке автомата, АЗК, костюм, когда будут одевать, носилки и боеприпасы, когда будут носить во многих конкурсах. Мы хорошо подготовились. Участникам предстояло пройти испытания военизированной эстафеты и ответить на вопросы викторин. Все ребята и девчонки проявили свои лучшие качества, которыми должны обладать будущие защитники Отечества – силу, ловкость, мужество и стремление к победе. Они доказали, что будущее России в надежных и сильных руках. А развивать все необходимые навыки им помогает движение «Юнармия». В этом движении очень интересно. Ты узнаешь много нового, и это позволяет тебе просто развиваться дальше. Что дальше хочется от этого движения? Ну, хочется, чтобы оно процветало по всей России, чтобы много нового появилось в этом движении, чтобы все дети, которые неравнодушны к своей родине, вступали в «Юнармейское движение». Кстати, именно команда 118-й школы лучше всех справилась со всеми испытаниями. А воспитанники 137-го лицея, занявшие третье место, отметили, что для них главное – это обмен опытом и постоянное совершенствование своих навыков. В какой-то мере это все-таки соревнования, все-таки соревнуются между собой разные делегации, но с другой стороны это и обмен опытом, и личный какой-то запас, скажем так, знаний, чтобы ты показал их другим, и чтобы другие поделились с тобой тем, что уже накопилось в них, что чему они научились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова